Поражение Тудрот, самый молодой игрок в МФЛ и Адебайо Акинфенва, все эти события произошли в четвертом туре Медиалиги. Ну а если вы вдруг что-то из этого пропустили, то не переживайте, для этого и создан краткий пересказ. Всем салют, я Шугар и в очередной раз благодарю вас за нереальнейшую поддержку кратких пересказов. Если хотите, чтобы краткие пересказы продолжались, то ставьте лайк и под этим видео. Даже давайте так, проверка на пиздобола. Если соберете под этим видео полторы тысячи лайков, то на следующей неделе пересказ выйдет не во вторник вечером или в среду утром, как сегодня, а прям сразу после тура в понедельник. Ну и погнали матчи обсуждать. Стартовал тур с матча десятки инородной команды. Шакир как всегда забивал, а голыш как всегда нет, но разве что с пенальти. Экс-игрок Тудрот Скарп получил серьезную травму, к сожалению, еще одни кресты на Медиалиге, здоровье игроку. Тем не менее, за народную играл настоящий флэш. Долго этого ждали, друзья, ну наконец-то. Что-то вроде Марио Балателли здесь исполняет флэш. Правда, разгрому случиться это не помешало. 6-1, победа десятки. Шансовка лютая. Далее играли козлы против сахалинца. Градиленко настолько заебался, что решил Гуди поставить на тренера. Сегодня очень элегантно выглядит. Сегодня на роли главного тренера. Ну а у сахалинца наконец-таки вышел Литвин. Правда, на поле он практически ничего не сделал. Был у него один момент. Прошел удар! Ну и с судьей пособачился. Не надо кричать! Ладно, хоть не въебал ему. А вот Васиченко получил красную засимуляцию. А вот здесь Илья Тришин удалит Васиченко. ГГ всем, кто его ставил при Fire Em Fantasy. А вообще матч получился скучнейший. 0-0. Далее следовал матч тура Броуки против Тудротс. Много зрителей не попало на матч. Скажите, почему вы этот ход не можете открыть? Это выход! Перед матчем Гуди пытался выбить с Чапинкоса деньги. Реально, ты должен денег? Нет, что ли? Переписываю, друзья. Мога задают? Да, покажи. Ну ты же, если порядочный пацан, ты можешь отвечать. Если порядочный, ты не отвечал мне сколько времени? Ну а Егоров, как обычно, кричал на бровки. Перед 15 секунд, и как желтые показания, побежал. Даже Иосифов уже не удивляется. Впрочем, в тот день можно было и покричать, ведь бровки победили. За кого ты болел, блядь, а? Хотя как они могли не победить с такими болельщиками? Вот и все разговоры, блядь. Мне нужно чинить. Я не понимаю. За них Чапинкос, так еще и священник пришел. Ну а что касается Тудротс, то они представили свою новую форму. Причем такое ощущение, что они на Тиффани просто ползунок перекрутили в цвет кори. Еще в дозаявку 2D подписали экс-форварда сборной России Максима Конунникова. Кстати, его реально можно назвать медийным, потому что у него больше 60 тысяч подписчиков в ТикТоке. Правда, контент там, как будто бы твой батя решил завести ТикТок. Итог 2.1 в пользу броуков. Затем дружина играла против Амкала. Шурыга выходил с Капитанска и дал, наверное, самую кринжовую речь, которую вообще только можно было. Ну что, мой милый друг на той стороне экрана, ты готов? Бери с собой чашечку кофе. Успокойся, брат. Бери чашечку кофе и присаживайся поудобнее, мы начинаем. Мужики, я не буду многословить, но хотел выделить множество моментов. Я сейчас смотрю на ваши глаза, хотя я готовил, сука, речь. Но не хочу ее говорить. Мужики, давайте сегодня покайфуем, зарядимся полностью и кайфанем от души. Они болели за нас, они болеют за нас, и они будут болеть за нас. Даже Сипскана был в шоке. Дружины вышли с перформансом, ну а также в новой форме и, судя по всему, уже заебались что-то новое придумывать. Тем не менее, Амкалу пропустили первое, но быстро закомбечили. С другой стороны, как могло быть иначе с такой поддержкой Форзяра? Дубников пытался косплеить Левшука. Управление здесь. Но Сеня показал как надо. Хорош, убирай сагу или жук. Судья не знал, кто такой Фикус. Тихо, иди ты, блядь, кто такой. Впрочем, лучшем медиа потом эту проблему решили. А у нас медиа футболе Фикус это один из обминовных Амкала. Я, я извиняюсь. Давайте убрать. Ну а затем половину матча разбирались, послал ли Вася Маврин сына Дружинина или нет. Я хочу, чтобы люди, которые были за полем, оставались за полем. Дядь, мне не рассказывай. Просто ребенку ты можешь послать нахуй. Я тебя могу. Впрочем, кому не похуй. Челику 20 лет. Вы видели танцы Феди в том сезоне? Ну а как их можно было пропустить? Амкал победил 3-1. В воскресенье началось с матча Титана и Баса. Титан вышли с перформансом, картонным автобусом и быстро уничтожили его. Представляю лицо человека, который всю ночь перед матчем это клеил. Тем не менее, открыли счет Бас, но это и не удивительно. Челики дозаявили о Кенфенву. А если серьезно, то никнейм его Барбер. И это реальный Барбер. Вы можете к нему сходить подстричься. Алан Гатагов выучил новую мемную фразу. Плей, 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 сука. Так еще и игроков своих пиздил. В итоге силы, видимо, переборщил. Ведь Титан закомбейчил, а Шама положил шикарнейший наклбол. Леша Гуркин одобряет. После матча Алан Гатагов покинул Бас. Как решили положение турнира на таблице еще есть? Ну, как есть, так есть. Еще два матча, так что, скорее всего, я покинул Бас. Спасибо. Ну, очень быстро вернулся назад. 2-1 в пользу Титана. Деньги Эгреси. Команда Станеса решила заявиться в костюмах людей в черном. Мы решили обновиться. Со мной рядом люди в черном. Они сотрут тебе память для того, чтобы ты забыл все, что было до. Три матча забываем. Новая страница, новые люди, новая история, новые профики. Оу, е. Эгреси, увидев это, решили съебать с матча и выставить свои картонные копии. Впрочем, Василий Уткин разницы-то и не увидел. По крайней мере, пока все игроки не вернулись назад. А вообще, матч получился ебейшим на голы. Сразу 9 банок влетело, и даже больше могло, если бы не реализация денег. Подача в штрафную, вскакивает мяч, можно бить отсюда завершение крюки в набивании. Еще удар, еще удар, перекладина, что творится, что творится, набивание крюки... Не знаю, может их кто-то проклял, потому что там еще и петарда после этого ушел из команды. Итог матча. 5-1, Эгреси во второй раз обыграли деньги. Бэйби Кип против Родины Медиа. Майами и Готагов болели за Родину. В Бэйби Кипе перешел Поповицкий из Зоркова, который вот такие вот фразы на Кубке России промкал, вкидывал. Ну, что сказать. Добро пожаловать. Вы в первом тайме сказали, что приехали, ебаные блогеры. В первом тайме? Да. Нет, тебе показалось. А вообще, матч показывали на кинопоиске, так что моментиков там не особо много. Итог 3-1 в пользу Родины Медиа. Вы изновидитесь? Я прародитель всех ясновидящих голбоёбов. Ну и заключительным матчом Тура был Файт Найтс против Матч ТВ. Он тоже был не особо богатым на события. Разве что игроки Матч ТВ решили то, что это их день и нужно забивать только самые красивые голы. Слушай, я просто, знаешь, ну, оп-оп-оп ты гол, смотри. Ой, Димитрадзе, сейчас бы ему быть тем самым, Димитрадзе, удар. Гол Григоряна это вообще нечто. Горбаневс. Передача на Григоряна, который бьёт и забивает. Ай, плюшка какая! Генич горел на кресеву. Отъебись, блядь, Сева! Сева, блядь! Ну а также сын Гаджиева, Гаджи Ракета, вышел на поле и стал самым молодым игроком МФЛ, по-моему. Братан, ну я за него был же известный. Здорово! В итоге Матч ТВ победили со счётом 4-1 и, наконец-таки, у телевизионщиков большие шансы на выход в плей-офф. Вообще, с таким составом они как будто бы и до полуфинала могут дойти. Не попал, по-моему, даже. Ну а на этом всё. Не забывайте ставить лайки. Напоминаю, полторы тысячи лайков и на следующей неделе краткий пересказ выйдет уже в понедельник. Правда, не знаю, сможете ли вы их собрать. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся совсем скоро.